Я говорил в прошлый раз, что это проповедь, она для людей, которым нужно больше, чем просто финансовые благословения, просто здоровье, просто какое-то обеспечение вокруг. Это была проповедь для людей, которым нужно больше, чем обычным людям. Для людей, которые хотят на самом деле быть в другом измерении в отношениях с Богом. Я искренне верю, что когда ты находишься в другом измерении, когда твои потребности не ограничиваются финансами, здоровьем и все, что к этому прилагается вокруг, квартира, платечко, машина, или как красиво, платьишко, то как ты стремишься к чему-то большему. Писание говорит, что остальное все прилагается. Все остальное прилагается. Помышляйте о горнем, а остальное приложится, Писание говорит. Даже не просто так написано, понимаете? Не просто так написано это все. Я верю в Слово Божье, которое мы будем помышлять о горнем, все остальное обязательно приложится. Когда мы просим мудрости у Бога, Бог дает мудрость, и мы поступаем по мудрости. Да, мы не сидим сложа руки и ждем, когда все это приложится. Господь дает мудрость, Господь дает, когда просим водительства, водительство, Он ведет нас, Он направляет, мы не ходим куда попало и где попало. Это очень важно иметь мудрость, не ходить где попало, вы знаете? Не просто ходить. Бог хочет, чтобы мы ходили, но не везде. Вот Бог хочет, чтобы вы ходили на собрание. Когда ты идешь на собрание, ты этим не согрешишь 100%. Вот он повод не согрешить в нем шишевичком. Сегодня я обещал, что мы продолжим тему и будем погружаться, углубляться, так сказать, да, и в прошлый раз я анонсировал тему «Как слышать голос Божий?», потому что задался вопрос «А как слышать голос Божий?», «Как понять, что, куда идти?», «Как понять, что Бог дал мудрости и искал делать вот это, вот это и вот это?». Те, кому больше не нужно, могут тоже послушать. Возможно, когда-то пригодится. И опять же, она будет в записи. Давайте мы с вами откроем Библию. И мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, 10 главу. И прочитаем 27 стих. «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мной». Иисус говорит о своей церкви. «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мной». Очень важный момент, что те люди, которые приходят в церковь, они слушаются, подразумевается, что они должны слушаться голоса Божьего. Голоса Божьего. Он их знает, этих людей, которые слушаются голос Божий, и они, эти люди, идут за Иисусом. Вы знаете, что такое ходить за Иисусом? Очень многие люди думают, идти за Иисусом – это просто идти в Царство Небесное. Но это заблуждение. Знаете почему? Потому что в Царство Небесное ты попадаешь всеверситетным образом, и, я бы сказал, мгновенно. Все люди встречаются со Христом в разное время. Остальные все в одно время встретятся, в конце времен. Но в Царство Божие мы не идем. Мы идем за Христом. А теперь представьте себя, что вы апостолы Иисуса Христа, первый век нашей эры. Они ходили за Христом. Помните? Что они делали, когда ходили за Христом? Они ходили и учились у Христа. Они наблюдали за Ним, что Он делает. Они наблюдали, как Он это делает. Впоследствии Иисус посылал их одних, подвое. И они делали то, что Иисус делал. То есть, они учились у Христа, они ходили с Ним, и они делали то, что Он делал. Это очень важная вещь. В этом весь является признак хождения за Христом. Учиться у Христа, наблюдать за Ним и делать то, что Он делал. Когда ученики делали что-то не так, Он их немножечко ругал. Вы помните? Были моменты, да? Когда их вы бестолковые. Этот же, говорит, изгоняется такая вещь постовой молитвой. Что ж вы сразу не догадались? Правда? А помните, ученики такие бодрые были? Говорят, а давай мы этот город, самарийский огонь с ней сведем, за то, что они не хотят слушать тебя. Добрые очень были. Подобным образом был добрый Лестер Саммерл, известный проповедник прошлого века, который приглашал людей на покаяние, а кто не вышел на покаяние, он говорит, а вам желаю себе пойти в ад. Да. Долго он так делал. Потом перестал на ком-то этапе. А вам всем, остальным, кто не вышел себе, желаю пойти в ад. Поэтому, да, я специально паузу делаю, чтобы вы осознали. Мысль. Ученики Иисуса Христа не были очень добрыми. Мы помним, что Петр, он был настолько недобрый, что как будто там Майк Тайсон ухо откусил, а он ухо отрубил. Да. Майк Тайсон, в принципе, ученик Петра, получается, без меча. Вот. То есть, ну, они ходили и делали то, что он говорил. И обратите внимание, что был период времени, когда Иисуса распяли, что они в страхе были. Они вернулись к своим бизнесом. Они вернулись к своим лодкам, к сетям. Они не особо проповедовали Евангелие в тот период времени. Вот это был промежуток небольшой. Когда они пошли, думали, а что же мы теперь будем делать? И потом, когда дух сошел на них, образовалась церковь. Тогда жизнь менялась уже полностью. Но ходить за Христом, это значит делать то, что делает Иисус Христос. Что бы Иисус сделал бы сегодня? Представьте ситуацию, если, допустим, сегодня Господь подходит к тебе и говорит, пойдем за мной. Пошли. Хватит сидеть. Есть две вещи, водитель с истинным духом, которые мы говорим, пожалуйста, которые очень важно понять. Важно понять, что да, Господь тебя зовет. То есть понимаете, что не все признавали в Иисусе Христе Мессию. Не все признавали в Нем великого Учителя. Но те, кто пошли за Ним, они это признали. Даже они до конца не понимали, что Он Мессия. Но они признавали в Нем великого Учителя от Бога. Они вставали, бросали свои бизнесы и шли за Ним. Сегодня, если Господь тебе говорит, встань и пойдем за мной. Встанешь ли ты и пойдешь ли за Ним? Очень важно понять, что да, это Господь. Поэтому мы говорим с вами, как слышать голос Святого Духа. Как важно понять, что да, это Господь зовет меня сегодня туда. Да, я должен обязательно быть в этом месте, несмотря ни на что. Несмотря на то, что меня ждет работа. Я могу заработать немножко денег. Мне часто зациклены, друзья мои, на том, чтобы заработать чуть-чуть больше денег, чем мы заработали вчера. Мы очень часто зациклены на том, чтобы пропустить не один рабочий день, чтобы заработать денег. Но я вам скажу честно, я имею право это сказать. Я очень много не работал рабочих дней в жизни, ходя на евангелизации. Очень много в своей жизни. И если бы я этого не делал, и если бы я просто ходил на работу, как все люди ходили на работу в мое окружение, боясь пропустить хоть один рабочий день. Они купили себе квартиры, машины, электрооборудие. Они меня критиковали, смеялись с меня, что вот у тебя ничего нету, живешь дольше нас в Израиле, у нас уже все есть. Но именно они боялись отойти от своего станка на работе, а не я. Они, профессора из челябинских университетов, математики, другие люди, которые должности занимали большие, они, приехав в Израиль, да, боялись отойти от своего станка, и не знали еврита вообще. Потому что на станке, когда ты работаешь, где решетки варят для заливки бетона на стройке, там не нужно знать еврит. Я там работал на этом заводе. И как только мне дали бумагу подписать, что меня взяли на постоянство, на этот завод, знаете, что я сделал? Я в тот же день ушел на другую работу. В тот же день. И когда позвонили моей жене, я говорю, а где он? Она говорит, на работе. Я говорю, нету его. Она говорит, на работу ушел. Он говорит, а на какую работу он ушел? На другую. Я сказал, я не буду постоянно работать на этом заводе. Я ходил на евангелизации. Я проповедовал Евангелие везде. Если какая-то евангелизация была где-то рядышком, я бы с работы уходил. Меня однажды с работы уволили, потому что уходил с работы на евангелизации. С завода электро перед гадой. Но именно потом меня взяли работать в организацию Кампус Круссетфо Крайст. Фильм Иисус. Я пять лет возглавлял эту организацию. Потому что я был такой сумасшедший. Я благодаря этому объездил весь мир практически. Полмира точно. Как минимум, от Америки до Южной Кореи я летал. По огромному количеству страны до сих пор летали. Благодаря этому. А не благодаря тому, что я боялся про посетительный рабочий день. Потому что я знал, что Господь меня зовет сегодня туда. Господь меня зовет сегодня туда. Я делал много ошибок. Да, у меня появились минусы в банке. Там еще какие-то проблемы. Но. Я все равно видел руку Божью во всем этом. Ошибки это мои ошибки. Никто не говорит, что это Бог меня ввел в ошибки. Это я не совсем правильно где-то поступал. Но то, что я не жалею ни секунды. Что я не работал, как все люди работали. Я не жалею ни секунды об этом. Честное слово. Если я не был бы там, где я сегодня есть. Если бы я об этом жалелся. Если бы я так не поступал. В смысле слова. В этом вся суть. Потому что когда ты знаешь, что Господь тебя зовет, ты не можешь ему сказать, Господи, мне на работу. Извини. Вспомни учеников Иисуса Христа. Вспомни Елисея, который оставил свою пахоту и пошел за Илией, за пророком. Именно поэтому мы про Елисея с вами читаем в Библии. Именно поэтому мы читаем с вами про апостолов в Библии. Которые будут сидеть, они уже наверху там, с Иисусом. Понимаете? И апостол Петр там, говорят, у ворот стоит, да, всех пропускает. Я, кстати, вот, когда пойду на небеса, я буду стоять на воротах. Вы знаете? Потому что я хорошо работаю в охранной компании. Да-да-да. Я буду стоять на воротах. Он ждет, когда я его поменяю. Он на пенсию, а я там... И у меня блата там нет. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 4 глава, 4 стих. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божих. Не хлебом единым. Видите, опять мы возвращаемся. Не только хлебом, но всяким словом, исходящим из уст Божий. Когда кто учился в библиотеке школы, тот знает, что вот это место, где здесь употребляется слово, употребляется на греческом слово «рэмо». Что означает слово, которое сегодня сказано в твою жизнь. Не слово, которое просто написано в Библии, «логос», а слово, которое сегодня Господь проговаривает просто в твою жизнь. Друзья мои, Бог говорит к нам через слово. Да, Он нам говорит через слово сегодняшнего дня, и Он нам говорит через слово, как через Писание, которое мы с вами читаем. В Тимофея 3 глава, 16 стих написано. Давайте почитаем. Тимофея 3 глава, 16 стих. Тимофея 3 глава. Первый, посмотри, Тимофея, да. 16 стих. Наверное, все-таки второе. Да, второе. Третье. Да, второе. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Все Писание Богодухновенно. Бог говорит нам через свое Писание. Бог говорит нам свое слово через Писание. И он также через слово «Логос» может дать нам слово «Рема». То есть через слово написанное может дать нам слово, которое будет говорить сегодня в твою жизнь. Когда мы спрашиваем, как нам слышать голос Святого Духа, первое – читай Библию. Выделяй время для чтения Библии. Буквально вот сейчас я и Максим были на молитвенном завтраке в Иерусалиме. Первый день молитвенного завтрака я не поехал в Кнефет. Я пошел молиться. Я пошел молиться. Я думаю, я в Иерусалиме, я живу прямо возле старого города, в гостинице. Я в этот раз с проживанием там был. Я пошел молиться. Я решил, что если уже это молитвенный завтрак, то нечего мне это в Кнефете сегодня делать. Там молиться я все равно не буду. Я пошел с вами, говорю, сам с собой. Я пошел с утра, проснулся и пошел к стене плача. Я помолился у стены плача. Ну так, помолился, скажем, больше зануженный какие-то определенный, да, помолился там. Решил пройтись по святым местам. Потом я, уходя от стены плача, я пошел через иудейский квартал, потом через мусульманский квартал. Я пришел в храм гроба Господня. И в храм гроба Господня у меня есть любимое место, точка такой, есть там католическая церковь. И я всегда туда, когда прохожу там, я всегда захожу туда посидеть и помолиться. Иногда, правда, можно упасть в ситуацию, когда ты попадаешь на католическое служение. То есть ты сидишь, сидишь, никого не трогаешь один. Раз католик в толпу бежал, у них собрание. А ты уже выйти не можешь. И там вот это вот, они то встают, то встают, то встают, и ты с ними делаешь все эти упражнения физкультуры. Я один этот раз был, слава богу. И знаете, я открыл библию, я начал молиться, я начал читать, решил прочитать одну главу, и потом как Господь меня повел дальше, и я молился, я стал там просто на коленях, я молился. И я молился по библии, прямо там было одно слово такое, я по ему молился. И мне вдруг Господь начал говорить через это слово. Давать обетование свои через это слово. Я, знаете, я это слово читал, я его знаю наизусть. Но вот тут я просто пропитался тем, что Господь мне сейчас, говорит прямо сейчас ко мне, Он мне дает свои обетования через это слово. И я встал, выходя оттуда, вот с такой, знаете, уверенностью, что то, что Бог мне сказал там, оно непременно произойдет в моей жизни. С уверенностью. То есть не надо там было сильно зажмурить глаза, чтобы потом их резко открыть, увидит звездочки, скачь, что я ангелов видел. Не надо было там что-то придумывать себе, додумывать. Ты просто приобретаешь, получаешь в свое сердце, в глубину своего сердца, своего духа, слово, живое слово от Бога. Через написанное получаешь живое слово от Бога в твою жизнь. Поэтому нам очень важно молитвенно читать Библию. Не просто читать молитвы, то есть размышлять, выделять время. Лучше меньше прочитать, но качественно. Не просто на скорость, чтобы мне прочитать все максимально быстро, по плану, а качественно, спокойно. Пусть Господь нас будет вести. Я даже в тот день, что самое интересное, я даже молился, какое мне место открыть из Писания. И вот я открыл это место в Писании и просто пошло. Понимаете? То есть Господь живой в своем слове. Он хочет говорить тебе через твое слово, но для этого тебе нужно читать Божье слово. Это очень важный момент. Следующий момент. Как говорит, как слышать голос Духа Святого? Бог говорит через сны и видение. Деяние, 2 глава, 17 стих. Бог говорит через сны и видение. 2 глава, 17 стих. Петр цитирует, выступая, как говорит один брат, выступая на площади в Иерусалиме, в старом городе, где я как раз позавчера молился. Он там говорит к народу и цитирует пророка Иоиля. И говорит, и будет в последние дни, говорит Бог, «И злию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны вашей дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, и так далее, и так далее. Но вот в этот момент я хочу сновидеться, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Я хочу сказать тебе очень важную вещь, что когда ты видишь видения или сновидения от Господа, во-первых, ты будешь знать, что это от Господа, да, во-вторых, не надо, не всегда обязательно, что это всем рассказывать. Всегда очень важно помолиться, от Господи ли это тебе, а второе, во-первых, не надо этого бояться и удивляться, да, или думать про кого-то, он странный. Нет, он не странный, Писание говорит, что люди будут видеть видения, и сновидениями вразумляемы будут. Похоже, что я еще не старец, раз я сновидения не вижу от Господа. Я был когда юношей, я как-то был юношей, вот, мне Господь очень много говорил через видение. Очень много говорил через видение. Я очень много видел, ну как много, не то что много, но каждый вот этот значимый момент в моей жизни, в моем служении, он обязательно сопровождался каким-то видением от Господа, я понимал, что это от Господа, и я понимал, что это будет. Я понимал, что это будет. Я никогда не старался поделиться с кем-то этим, потому что в то время вообще, как бы, было не очень принято такими вещами делиться в харизматической церкви, потому что там считалось, что этого нету, а я выходил все-таки был с пятидесятнической, а у нас считалось, что это есть. Вот, я особо не делился, я как бы, как Мария, знаете, складывал в своем сердце. А потом что-то происходило. Каждый раз что-то происходило. Я каждый раз понимал, Господь исполняет то, что Он мне когда-то показал. И я двигался в соответствии с этими видениями, которые мне Господь показал. И меня критиковали за то, что я иду этим путем, они же не знают, почему я так делаю. Меня критиковали, осуждали, обсуждали, а я просто шел. И я скажу, если я не был бы там, где я есть, если бы я этого не делал тогда, если бы обращал внимание на критику даже служителей других, которые вроде старше меня в Господе, дольше меня в Господе, вроде бы авторитетнее. Я просто шел, потому что мне Господь показывал, что делать. Я бы не был бы в Израиле сегодня. Я бы не был бы во многих местах вообще, если бы я там не слушался того, что мне Господь говорит через видение. Понимаете? Поэтому это нормально. Ну, не надо там, знаете, как в Пейсяческой церкви была шутка такая, что там пророк встает и говорит, братья, вижу ведро. Ну, и ты что это значит? Я не знаю, я вижу, а вы истолковываете. То есть было много глупостей разных, знаете, и так далее. То есть мы, нам не нужно пророчествовать, так же, вот, как написано будет пророчествовать, да? Нам не нужно пророчествовать, лишь бы пророчествовать. Нам нужно, если пророчество у кого-то есть, надо говорить его, потому что ты знаешь, что процент это слово от Господа. Если ты слышишь, что чьё-то пророчество подошли к тебе, то ты должен тоже это будешь чувствовать, что это от Господа, потому что это будет подтверждаться в твоём духе. Потому что ты уже имеешь что-то об этом, потому что Господь тебе что-то говорит об этом, и ты просто получаешь подтверждение от Господа также. Это не всегда будет так, но это всегда очень важно молиться, что Господь говорит тебе через пророков, если ты слышишь пророчества, какие ты слышишь, или если у тебя к кому-то есть пророчество. Насколько важно быть аккуратным, потому что люди перестали бояться Бога, и если раньше, так говорит Господь, это было, знаете, что-то там сверхъестественное, то сегодня там люди направо и налево разбрасываются этим, и это не совсем правильно. Поэтому нам очень важно также понимать, что есть такое понятие как видение и сновидение от Господа. Дух Святой говорит через эти вещи. И третий момент, который я хочу сказать, как Бог говорит, Бог говорит через служителей. Ефесянам 4 глава 11 стих. Открываем у кого из Библии, чтобы не сказали, Лезер нас обманывает, придумывает. 4 глава 11 стих Ефесянам. Смотрите, что написано. И он поставил, если можно не разговаривать, когда я говорю, спасибо. Если это я не интересен, что рассказываю, может там выйти поговорить, это нормально. То есть никто не обязан сидеть здесь смирно. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Бог ставит служителей в доме Божьем к совершению святых, чтобы святые, то есть верующие в церкви люди, были более совершенными, да, или чтобы они возрастали в Господе, и для созидания тела Христова, чтобы церковь Божья строилась, созидалась. То есть, когда, допустим, я прихожу на служение, я слушаю проповедь, я прислушаюсь к проповеди, как к Слову Божьему, которое сегодня Господь хочет мне дать. Ведь этот человек, который проповедует, сегодня он молился об этом, наверное, я допускаю это. Как минимум я молился о том, о чем проповедовать, готовился, и это не просто так я пришел, как говорит один мой брат дорогой, выступить. Это не выступление сегодня. Понимаете, это Слово Божье, которое я делюсь с вами сегодня, да. И это очень важно, когда я прихожу на служение, где я слушаю проповедь, я принимаю это как Слово Божье, которое сегодня Бог говорит ко мне лично. Лично ко мне, не к моему соседу, не кому-то в Ютубе, кто будет это смотреть, мне лично. Меня в данный момент не интересуют другие люди вообще, потому что я должен питаться сегодня этим хлебом. Я должен есть этот хлеб, и поэтому я молюсь об этих вещах. Я прошу, Господь, пожалуйста, говори сегодня ко мне. Однажды я пришел в такое место, где я не верил, что там правильно все происходит, но меня там пригласил человек, который мой друг. Я пришел на эту конференцию, я сказал, Господь, я знаю, что здесь все неправильно. Но я здесь пришел за моего друга, который меня пригласил, который очень много поучаствовал в моей жизни в положительном смысле. Поэтому, Господь, несмотря на то, что здесь все неправильно, пожалуйста, действуй для меня сегодня. И эти три дня были наполнены настолько силой Божьей в моей жизни. Потом я понял, что там все было нормально и правильно. Я не понимал до этого момента, понимаете? Потому что мы сейчас аж умные, мы думаем, что мы все понимаем. Через три дня, да хоть через три дня, в течение трех дней поменял свое мнение о том, что об этой конференции. Но Господь настолько много ко мне говорил, я видел там видение, пророчество слышал. Там такое происходило за три дня, что за три года столько не было. Понимаете? Я вернулся, а то другим человеком полностью измененным. Кардинально, я бы сказал. Не полностью, но кардинально очень измененным. Так как всегда, когда ты приходишь на служение, ты не приходишь на чье-то выступление. Третий раз я повторю это слово себе. Спасибо, что я помог сегодня, брат. Это... Я буду тебе должен. Вот. Ты спалился. Только что. Только что. Мы не пришли на выступление. Мы пришли сегодня питаться Словом Божьим. А если к этому относиться как к выступлению, то ты и получишь от этого как от выступления. Если ты... Да, ты ожидаешь Слова Божьего, ты получишь Слово Божье. Бог говорит через служителей, друзья мои. Они не просто так стоят и четвертый раз выступают. Аллилуйя. Еще у меня немного есть времени. И я такую возьму к этой же теме. Такая подтема. Не менее важная. Мы только что говорили о том, как слышать голос Божий. Давайте посмотрим еще одну, другого края. А что нам мешает слышать голос Божий. Это же важный момент. Потому что если не удалить, что мешает, будем ли мы слышать? Если человек плохо слышит, то мы, ну, в физическом смысле, да, ему достаточно надеть аппарат. Он будет слышать лучше. Его можно покричать в ухо. Кто-то общается на языке пальцев. Но в духовном мире так же не работает. Ты не можешь прокричать. Бог не будет тебе орать в ухо. Что мешает слышать голос Божий. Исайя 6 глава, 9 стих. И сказал он, то есть Бог сказал, да. Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Бог говорит Исайе, что сказать народу. Представляете проповедь, какая у Исайи была? Приходит народу, и говорит, вот вам послание от Господа. Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце ваше, и Бог вас не исцелит. Вы понимаете, что интересно в этой истории? Что он идет говорить к людям, у которых огрубело сердце, и они не слышат, и не разумеют уже. То есть, это значит, что об стенку говорить. Но Бог считает правильным послать Исайю, чтобы он все-таки сказал это людям. Потому что, возможно, кто-то услышит. Возможно, кто-то разумеет. Как тогда в истории с Ильей, когда Илья думал, что все, конец ему. Бог говорит, не бойся, я еще есть остаток, 7 тысяч человек, которые не преклонили свои колена перед Валом. И Бог все равно послает Исайю к народу, который не услышит и не разумеет, потому что имеет огрубевшее сердце. Нам очень важно, чтобы наши сердца были мягкими. Поэтому Бог говорит через Пророка Иеремию, что заберу у них каменное сердце и дам им сердце плотяное. Мягкое сердце. Бог забирает через Христа, благодаря Новому Завету, он забирает у нас сердце каменное. Но нам очень важно в процессе нашей жизни, когда мы каким-то моментом можем вдруг пойти по инерции и перестать ходить за Господом. У кого-то пошел, 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 Господь уже не там давно, а ты все куда-то идешь, задумался, думаешь, у тебя все получается, ты красавчик, молодец. Или просто делаешь, что хочешь, как считаешь нужным, то можно произвести то, что сердце твое огрубеет. И ты не будешь слышать Господа, не будешь слышать, не будешь видеть, не будешь понимать, что вообще происходит. Особенно люди, которые часто осуждают кого-то, критикуют кого-то, зачастую это с огрубевшим сердцем люди, потому что они сядут и думают, что они все понимают, все знают и могут себе позволить критиковать и осуждать. И это очень, очень проблематично. Поэтому, да, когда вам хочется кого-то прокритиковать, поосуждать, сразу прерупризом, опа, задумайся о себе. Где находится твое сердце в этот момент? Не критикуешь ли ты действия Духа Святого? Это очень тоже опасно. Иакова, 4 глава, 8 стих, там написано, приблизьтесь к Богу и приблизьтесь к вам. Помните? Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники и справьте сердца двоедушные. Вау. То есть Бог говорит, что грех, он мешает нам быть близкими с Богом. Грех, он мешает нам быть близкими с братьями и сестрами. Грех мешает нам быть близкими с церковью. Потому что, когда ты приходишь в церковь, Исаня что говорит, да? То есть, если мы ходим во свете, да? То имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Но когда человек живет во грехе, он не может ходить во свете. Он не может иметь общение с людьми из другими. И вы знаете, другие люди не виноваты в этом. Что он не ходит во свете. Что он не имеет общения. Это вина того человека, который живет такой жизнью. Поэтому нам очень важно очистить грех, удалять грех из нашей жизни. Нам очень важно приблизиться к Богу. И Писание говорит, тогда приблизится к нам. Бог приближается к нам тогда, когда мы приближаемся к Нему. Когда мы делаем навстречу Богу шаги, Он делает нам навстречу намного больше шагов. Пророка Исаии, также 6 глава, 8 стих. Еще раз откроем, вернемся к пророку Исаии. 6 глава, 8 стих. Мы читали с 9 и 10, а теперь 8. Исаия говорит, и услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать. И что он говорит дальше? И кто пойдет для нас? Так Господь говорит, кого мне послать? И кто пойдет для нас? И что говорит Исаия? И сказал, и я сказал, вот я, пошли меня. Я искренне верю, что когда мы открываемся для Господа, что когда мы открываемся для Господа, чтобы идти и исполнять Его поручение, это очень сильная причина для того, чтобы Господь, чтобы Дух Святой говорил к нам. Это очень сильная причина у Бога говорить с тобой. Вы, наверное, обращали внимание, что вы очень мало общаетесь с людьми, с которыми у вас нет каких-то совместных дел. Правда? Ну, как бы, нет смысла общаться, согласитесь со мной. Когда-то Ледяев хорошо сказал, трактовал местные писания, что мы уже никого не знаем по плоти, да? Вот, что говорит, мы никого не знаем по плоти, мы в церкви знаем людей по дарам, духа и по дарам служения. А если эти дары у человека в церкви не работают, то мы его, в принципе, ну, и не знакомы с этим человеком зачастую. Ходит кто-то, потихоньку сел, да, тихонько ушел. Никто не знает, кто это. Ну, это такая трактовка у Ледяева, это другая тема, да? Что я хочу сказать. Когда мы с кем-то не имеем каких-то отношений по работе, по служению, он не наш сосед и не живет с нами в одной квартире, ну, масса вещей, почему нет, да? Мы с этим человеком обычно не общаемся. Мы его можем знать, он будет наш знакомый даже. Он даже будет твоим другом в фейсбуке, будет лайки тебе ставить. Вы много общаетесь с людьми, которые вам ставят лайки в фейсбуке. Ну, я могу в ответочку лайк поставить. Они говорят, это хорошие люди. Я очень ценю и уважаю этих прекрасных людей, которые ставят мне лайки. А у некоторых я спрашиваю, почему они поставили. Повод пообщаться. Вот. Но. Это то же самое с Богом. Когда у тебя с Богом есть совместные дела, есть причина у Бога с тобой разговаривать. И нет никакой причины у Бога с тобой разговаривать, если ты не имеешь побуждения делать то, что Господь хочет делать, ты не готов пойти туда, куда Бог тебя подшлёт. Звучит, может быть, сильно, может, кому-то это не понравится, но это факт. Бессмысленно общаться с человеком, который не готов делать что-то для Господа. Не, для меня смысл есть. Вот. Если смысл у Бога, я не уверен. Поэтому это одна из причин, почему... То есть, одна из возможностей слышать голос Божий, это открыть своё сердце, сказать, Господи, вот я, пошли меня. И последнее. И напоследок я скажу. Иеремия 29, глава 13 стих. С 12 стиха. А, нет, давайте с 11. С 11 давайте. 29 глава, пророк Иеремия, с 11 стиха. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовёте ко мне, и пойдёте, и помолитесь мне, и услышу вас. И взыщите меня, и найдёте, если взыщите меня, всем сердцем вашим. И взыщите меня, и найдёте, если взыщите меня, всем сердцем вашим. Бог хочет, имеет намерения, потому что и к нам хорошие. Каждому человеку Бог имеет хорошее намерение. Каждому человеку Бог хочет дать будущность и надежду. Он ожидает, что мы возовём к нему. Вы помните, когда евреи были в Египте, 430 лет? Написано, и возопили, возопили они к нему. И знаете, что там дальше написано? И вспомнил Господь о них. Типа забыл. А вы думаете, ему всё дело о евреях думать там было, в небесах? Мы же как думаем, что Господь о нас всё время думает? Переживает, как-то там. А если я поломал руку, значит Господь поломал мне руку, потому что я согрешил в чём-то, да? А если у меня язык прикусил, значит сказал я что-то не то, от Господа наказание. Господу же делать нечего, Он же там это, придумывает наказание каждому из нас. А если печень заболела, ну это значит водка может быть. Ну и всякое может быть. Не, друзья мои, написано, евреи возопили, Господу, и вспомнил он о них. Вау, мне нравится это место из Писания. И очень не зря Еремия пишет, и вы зовёте ко мне, и пойдёте, и помолитесь мне, и я услышу вас. Если нам что-то очень сильно надо, да, то мы не просто молимся, отче нашли же Еси на небесе, ты в коже, и мы тоже. Не, вы понимаете, мы сюда серьёзно подходим к молитве, мы вкладываем смысл глубочайшего, эту молитву, мы ожидаем присутствия Господа, нам нет дела до каких-то религиозных молитв, мы хотим достучаться, добиться, мы хотим услышать ответ от Господа, потому что нам это надо. И того, кому это не надо, он может даже хоть 40 раз прочитать, отче наш, хоть 52 раза. Это всё будет на что? Скорость, знание и количество молитв отче наш. Производит ли какое-то действие на небесах? Ну, обычно молитва отче наш с первого раза производит действие. Вы же понимаете, да? И взыщите меня, и найдёте, если взыщите меня всем сердцем вашим, Господу нужно всё моё сердце. Ни кусочек, ни четвертинка, ни половинка, всё моё сердце. И сколько бы ты ни говорил, Господи, это всё, а всё моё сердце, это вся моя жизнь. Это всё, что есть у меня. Моя одежда, мои деньги. Вот мы часто говорим, десятины, пожертвования. Господу нужно всё. Но он говорит, дай мне только десятины. И то часто люди размышляют, давать или не давать. Господи, дай мне десятины. Доброходные даяния. Доброходные. Что такое доброходные даяния? Через доброходные даяния проверяется твоё сердце. Поскольку это доброходное по отношению к Господу. Поэтому я очень надеюсь, что это слово будет, пропасть будет в записи. И мы сможем, если кто-то сегодня не услышал что-то, послушать ещё раз. И на самом деле начать взыскивать Господа всем сердцем. Просто понять, что Богу ты нужен целиком и полностью. И тогда у тебя путь открытый везде. на небеса, куда угодно. Открыт путь. Открываются двери, окна и всё, что остальное. Потому что ты взыскал Господа всем твоим сердцем. Давайте помолимся. Аминь. Спасибо.